Любые танцы для тех, кому за, начинаются с разминки. Музыкальные – это обычное занятие клуба «Танцы для здоровья». Они проходят три раза в неделю и давно полюбились благовещенцам и гостям города. Многие приходят на набережную просто посмотреть, как зажигают пенсионеры. Проекта уже четыре года, и за это время желающих танцевать стало больше. Начиналось в 2013 году, вышло 22 человека всего. В 2014 году стало больше, больше, больше. И к нам стали присоединяться наши районы и города. Сегодня уже занимаются 18 муниципальных образования. На сегодняшний день такими танцами занимаются уже больше двух сотен пенсионеров по всей области. Причем многие из них попадают сюда по воле случая. Сидели мы с девчатами в ресторане, вот здесь вот. Звонит дочка моя, говорит, мама, ты не представляешь, что тут на берегу творится. Как что? Я выскочила, слава богу, рядом была, выскочила. Боже, так мне все понравилось. Гляжу знакомые, подхожу, как что, как можно записаться. В танцах для здоровья больше ста женщин и всего четыре мужчины. Многие приходят сюда даже с семьями. Вера и Анатолий Волковы вместе уже 52 года. Интерес общий к танцам, вообще к искусству. Ну вот нас это объединяет, поэтому, видимо, держимся столько лет. Общие взгляды на такие многие проблемы, многие вещи, события, многие. Кстати, саму идею двигаться в такт музыки под открытым небом подсмотрели в Китае. Теперь наши танцоры и сами выезжают в Поднебесную на различные танцевальные батлы. А сейчас они активно готовятся к предстоящему первому фестивалю танцевально-оздоровительных клубов. Он так и называется «Серебряный возраст». Называть свой возраст преклонным здесь никто не любит. Говорят, жизнь только началась. На предстоящем фестивале в танце сойдутся почти 250 человек со всей области. Это будет настоящий опен-эйр для тех, кто молод душой. Здесь каждый уверен, движение – это не просто жизнь, а еще то, что эту самую жизнь продлевает. Яна Лисовая, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение.